привет мои хорошие с вами селена своей и сегодня я сделаю тег уверенность в себе мне очень нравятся эти вопросики поэтому я их решила с вами сегодня осветить кстати губы что-то сохнут хочу подкрасить самая офигенская помада вообще ваша не за 17 рублей я уже сколько рекомендую увлажняет волосы не липнут ну не сильно липнут по сравнению с другими например какими-то у нее очень красивый естественный модуль но в общем я все о своем значит так приступим отвечать на вопросы буду я селена итак девчонки первый вопрос и мальчишечки первый вопрос какой ты была в 15 лет опиши себя не поверите потому что поверите на самом деле я была гадким утенком вот все наверное гадкие утенки и считайся вообще белым прекрасным лебедем который вырос распустил свои крылья и конечно всегда есть к чему стремиться но на сегодняшний день то что было в 15 лет ладно это я отхожу от темы 15 лет не было вообще так опиши себя какой-то было в 15 лет я был худой худой просто ничего у меня не было в моей сверстнице уже в 12 лет в 13 имели большую грудь там попу не было кучу мальчиков у меня вообще то есть до 16 лет так в 16 только началось вот как-то более-менее даже нас лет я была девочка девочка поэтому в 15 лет я была девочкой при певочкой и покрасила волосы как-то перегидроли и вообще на себя смотрю это чудовище какой-то маленькая хотя уже в 13 13 я видела что мальчики обращают внимание причем взрослые парни то есть если мне было 15 этого 25 30 вот мне казались они такие большие они ну как бы относились ко мне как ребенку всегда но всегда говорили что вырастет персик вот так говорили прям хорошая девочка вырастет но мне это очень нравился я была душевным ребенком поэтому я не думала там что этом супер меня красавицы потому что я на самом деле далеко была не красавица просто простая девчонка худая непривлекательна 감사합니다 covid у тебя не уверенность в себе и чего это касалось что не нравилось свою внешность у меня была огромная неуверенность в себе, мне не нравилось, что я была очень худая, у меня не было ни сисек, ни попы, я не умела краситься, я не умела себя вести, я не умела одеваться, ну, даже, в принципе, когда, да, у меня малобюджетные семьи, как бы, многие мы вышли из вот того времени, когда там не все могли хорошо одеваться, но все равно, если бы был вкус, да, то можно было бы из бюджетных каких-то вещей, там, или подаренных своими своих друзей что-то сделать, ну, у меня была полная безвкусица в этом во всем, поэтому это было все очень смешно. Нравилось ли тебе учиться в школе? В школе я учиться не любила, я, в принципе, была двоечницей, но я была способная девочка, я, ну, как бы, если я начинала учиться, то у меня были четверки и пятерки, только потому, что я не училась и не любила учиться, у меня диплом не совсем красный, розовый, вот, и поэтому, какие дела, в школе я не любила учиться. Отношения с мальчиками, нравились ли они тебе, нравилось ли ты им? Конечно, мне, как и любой девочке, нравились мальчики, сначала одноклассник, потом-то с параллельного класса, в училище тоже, это же 16 лет где-то, тоже нравились мальчики, но я никому не нравилась, я была вообще, ну, может быть, я была хорошенькая, но на самом деле я на тот момент даже не могла себя оценить, я была такой вот дурочкой, неуверенной в себе, это все чувствовали, и, ну, я считала, что я не нравлюсь никому, что просто меня чураются, обзывают все время и обижают. Бедненькая я. Дальше. Что изменилось сейчас с того возраста? Ну, вопрос, что изменилось, изменилось все, изменилась я, изменилась я внешне, потому что я научилась краситься, я научилась ухаживать за собой, за волосами, за своей фигурой, то есть там солярий, причесочка какая-то там, да, одеться как-то, подать себя красиво. Конечно, всему этому я научилась, и что касается опыта, я приобрела опыт, на самом деле, о котором я мечтала с тех самых 15 лет, может, даже раньше. Я помню, что даже тогда я видела, когда красивых девочек каких-нибудь, прям вижу девочку вообще, ну, она взрослая уже была, да, и прям, ну, как бы я рядом, ребенок даже тоже 17-18 лет, а она взрослая какая-нибудь, лет 30, например, ей, да, и я смотрю, что, ну, я как бы молодая, должна привлекать наоборот, да, ребят, а она привлекает всех, ну, как так? И я помню, что мы шли как-то по садовой, и я ей говорю, Ира ее звали, я говорю, Ира, ну, как так получается, ну, открой мне секрет, я говорю, есть ли какой-нибудь секрет такой, чтобы вот мужчины прям все обожали тебя, и вот ты пользовалась успехом? Ну, на что она мне, конечно, ответила, какие-то там вещи, женщина должна быть кошкой, в женщине должны быть разные вещи, ну, что-то такое поверхностное, да, но на самом деле я всегда этого хотела, у меня была такая цель, чтобы я всегда получала, чего хотела, чтобы отношения у меня складывались с тем, с кем я хотела, и так, как я хотела, это была моя цель, она всегда была, ну, красной нитью прописанная, и, конечно, благодаря своему опыту, и только опыту, благодаря своим друзьям, которые могли мне дать дельные советы, я, конечно же, приобрела все это, и с чем я делюсь с вами, хочу быть стервой, и еще буду делиться. Что помогло стать уверенной в себе? Уверенной в себе помогло стать друзья, на самом деле друзья. У меня была подруга, которая была хороша собой, пользовалась спросом у парней, она мне давала какие-то советы, в принципе, я всегда окружала себя красивыми девочками, мне казалось, что все мои подруги всегда красивее меня, и я брала все самое лучшее. Если мне нравится у моей подруги, например, блеск какой-то, или она одела что-то, очень красиво на ней смотрится, я обязательно, ну, как бы, раньше это не нравилось никому, когда повторяешь, что там, а, одела такой же, как у меня, но что-то похожее, например, чтобы так же оно смотрелось и на тебе, то есть там, белое платье, например, мне понравилось, я знаю, на моей подружке, блондинке, например, да, то я и с такой себе одену. Но вообще подруги с удовольствием должны, ну, с возрастом, они всегда помогают тебе быть краше, нежели когда в молодости совсем, да, 15 лет, они видят в тебе какого-то конкурента. Надеюсь, у вас не так. Что бы ты посоветовала себе тогдашней 15-летней девочке? Если бы я сейчас была со мной 15 лет, я бы сказала тебе расслабься, у тебя все будет хорошо, рядом с тобой будут правильные люди, доверяя себе, ты умеешь выбирать хороших людей вокруг. И просто время, ну, помогла бы себе, конечно, там, правильно одеваться, правильно вести себя. Я бы для самой себя бы и писала, наверное, вот такие курсы, как у меня «Хочу быть стервой», да, в которых я рассказываю свой опыт. И я думаю, что я бы 15-летняя, наверное, бы прониклась этим и попробовала. Хотя некоторые вещи очень сложно просто так принять, понять и сделать. Их нужно прочувствовать и пройти через боли какие-то, чтобы на самом деле оно было все от души. Но знания уже, если у тебя есть знания, ты уже знаешь, к чему ты идешь. Поэтому теория, пожалуйста, вам от меня бескорыстно пользуйтесь. Ну вот и все, конец вопросов. С вами была Селена Свея. Если вам понравились мои ответы, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И я предупреждаю, что каждые тысячи подписчиков я буду делать конкурсы, какие-нибудь не очень сложные. Я очень хочу, чтобы мои подписчики участвовали и выигрывали какие-то призы от меня. Так что welcome! Пока-пока!